В марте 2022 года стартовал конкурс «Студенческий стартап». Он проводился в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Были отобраны первые 650 победителей, которые получили по 1 миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов. В их числе оказалась и аспиранка первого года обучения Казанского федерального университета Института фундаментальной медицины и биологии Сирина Курбангалеева. Проект направлен на разработку безопасного и биосуместимого лекарственного препарата для замедления процессов старения организма и терапии митохондриальных заболеваний. Мутации митохондриальной ДНК приводят к мышечным расстройствам, такие как дегенерация, мышечная атрофия, миопатия, а также сопровождают развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона. При нарушении митохондриальной функции в большей степени страдают клетки головного мозга, скелетные мускулатуры, сердце, печени, почек, эндокринные и дыхательные системы. И с возрастом энергетическое, скажем, депо клеток митохондрии истощаются. И в возрасте с 30 до 70 лет митохондрии теряют более 50% продуктивности. Терапией возрастных изменений нейродегенеративных и митохондриальных заболеваний путем доставки активных митохондрий в клетки человека девушка начала заниматься еще на стадии обучения по программе бакалавриата, продолжила исследование в магистратуре и защитила магистрскую диссертацию по данной теме. Тогда не все идеи были воплощены, поэтому Серина подала заявку на конкурс. Результатом ее работы должна стать технология доставки здоровых митохондрий, то есть энергетических станций клеток в клетке человека с целью восстановления и повышения митохондриальной функции. Это преобразование питательных веществ в полезную энергию с использованием молекул кислорода. На сегодняшний день не существует эффективного способа доставки функционально активных митохондрий при митохондриальных заболеваниях. А так как митохондрия это наша важнейшая органелла в клетке, поэтому данный способ терапии митохондриальной дисфункции и митохондриальных заболеваний путем доставки функционально активных митохондрий в составе микровизикул является новым перспективным методом терапии. Проект будет реализовываться на базе научно-исследовательской лаборатории «Межклеточная коммуникация». Здесь будут проведены все необходимые экспериментальные работы, после чего эта технология будет запатентована. Далее будет осуществляться поиск потенциальных инвесторов для проведения доклинических и клинических исследований, коммерциализации и вывода инновационного лекарственного препарата на рынок. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюс.